всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог и я решила назвать его день добрых раскрасок это видео будет в двух частях сегодня и завтра я решила пораскрашивать вот в раскрасках этой серии которая издается более 25 30 и 40 лет раскраски из нашего детства они замечательные добрые очень-очень их люблю к сожалению как-то они так блогерами многими недооценены вот ну типа они заявлены как детские но на деле они просто потрясающе ну да ладно мы все разные мне вот они очень нравятся у меня есть одна законченная раскраска ну и вот все какие-то не начаты какие-то начаты вот короче все что не закончено будет участвовать у меня в двух частях на такую тематику сегодня я для себя выбрала угадай нарисуй раскрась летом калинка да малинка бабочки и цветочные часы давайте покажу что я буду раскрашивать конечно я процесс снимать буду но тем не менее мало ли что знаете бывает так что и нет времени включиться поэтому я сразу покажу что же я выбрала в данной раскраски я хочу одуванчик раскрасить это сейчас такая актуальная тема и вообще я обожаю одуванчики бабочки но бабочек как и птичек я не очень люблю раскрашивать но в любом случае нужно как-то раскраску начать кстати говоря вот вот здесь я даже не припомню нет я ее даже не начала поэтому вот в этом видео я ее начну также хочу начать эту раскраску и сразу с первой иллюстрации не то что я буду здесь идти по порядку но тем не менее далее калинка да малинка здесь у меня довольно таки много раскрашенной в принципе она могла одним днем ее и закончить но а честно говоря хочется растянуть удовольствие поэтому не знаю как буду ли я ее заканчивать не буду но я решила раскрасить эту иллюстрацию то что дальше у меня много чего раскрашена и а это вроде как пропущена хотя повторюсь птичек я не очень люблю красить но здесь хорошо что есть примеры не надо гуглить вот и рябина так или иначе есть просто я разглядывала раскраски думала вот ну рябину мне нравится раскрашивать но я подумала что я уже 100 столько раскрасила летом вот здесь конечно потрясающие добрые иллюстрации такие милые зверюшки но меня что-то все это дело пугает опять же очень пугает потому что вот вот эта рисовка она классная но мне кажется что это больше под карандаши но для меня эти раскраски акварельные поэтому я буду красить акварелью я тут все пролистала и думала между вот этой и вот этой и решила что все таки начну с этой объясню почему и там и там деревья но здесь стволы тонкие а здесь довольно толстый я пока не знаю как что будет поэтому да я здесь могу раскрасить мэджиком но мне кажется что он здесь не подойдет я могу акварелью magic заменить но в общем буду экспериментировать здесь так ну и цветочные часы ну тоже много чего здесь интересного раскрошка я цикорий получается что эту я тоже буду начинать и в цветочных часах у меня тоже ничего не раскрашено поэтому тоже начинаю значит начинать я буду раз два три четыре раскраски ну что ж это замечательно в общем не переключайтесь оставайтесь со мной приятного вам просмотра начинаю с раскраски калинка до малинка сбрызгиваю акварель ну и начну с листочков тут достаточно такое стандартное и простое сочетание его спокойно можно повторить ну вот я уже неоднократно говорила что здесь просто идеально акварель луч по цветам подходит не ну наверное любая другая просто здесь вообще она и не протекает и оттенки прям очень удачные классная раскраска вообще вся серия поэтому я так с удовольствием только птичка меня прям ну очень пугает с другой стороны здесь есть пример попробую учитывая то что все таки это для детей так что сойдет обожаю листочки всякие раскрашивать мне очень нравится и вот эти зеленые цвета прям мои любимые когда светлый закончится печаль дальше цветочные часы циколий ну здесь я буду одной краской красить просто где-то потемнее и потом растягивать свет ну во всяком случае сейчас на цветочки на одном попробую хотя вот на бутончиках там еще немножко розового тоже очень интересно одной краска я по моему еще не красила так вот где темная и потом буду растягивать там где затемнение не показаны я от серединке делаю темное ну я крашу по простому чтобы получать удовольствие я там не пытаюсь представить откуда солнце и прочее я крашу так чтоб именно отдохнуть и максимально получить удовольствие ну и теперь одуванчик в принципе желтого можно здесь и не добавлять но я все-таки добавила и потемнеет цвет вот эти сочетания я редко использую вот светло-зеленый он какой-то такой мне кажется немного неестественной но как по мне но вот желтым он становится более интересным окно и чуть-чуть загладим бабочки начну с цветочка оранжевые и красные не поняла еще что там за серединка на примере желтые знаете такое чувство что на божью коровку похоже но это видимо такая серединка бабочку я так думаю как я буду красить тоже потому что вот таких больших бабочек я еще не раскрашивала и тут такие переходы ну ладно посмотрим надо учиться пробовать даже если на косячу ничего страшного на будущее урок ну и теперь то чего я больше всего боялась попробуем как тут будет с контуром а вообще слушайте прикольно это для меня в той в этой серии раскрасок что-то новенькое но вообще-то мне даже нравится ну как зверюга еще получится неизвестно какой цвет подобрать думаю а вообще вот пока траву раскрашиваю там все такое даже этот фон прям так выигрышно смотрится классно мне нравится напрасно я ее боялась одно удовольствие вот уж действительно антистресс позитив я надеюсь что этих раскрасок в серии будет много еще что-нибудь перевыпустят вот такое вот закончила я раскрашивать сейчас покажу что у меня получилось снимаю уже поздно ночью поэтому у меня тут рядом ушастик спит а микрофон он немножко вниз направлен поэтому если будете слышать сопение это он так сладко спит ну что ж давайте приступим начнем с раскраски угадай нарисую раскрасить здесь я красила одуванчик и вот я немного накосячила просто когда я выбрала эту иллюстрацию я сразу на одуванчик посмотрела и стала думать акварелью мне красить как всегда или гуашью но я решила что все таки буду уже раскрашивать акварелью как для себя и решила и в общем то действительно в момент пока я там думала чем красить я даже настолько уже понимала что это будет желтый одуванчик все такое что я даже не заметила что вообще-то этот одуванчик уже такой должен быть серый но такой не серебристый да потому что это уже не цветочек а пух вот ну по крайней мере если смотреть по рисовке но я уже начала раскрашивать желтым ну и соответственно добавила немного оранжевого сейчас когда все подсохло добавила голографических блесток ну ну хоть так в конце концов это детская раскраска ничего страшного вот единственный я не знаю почему у меня так получилось я все размываю причем чтобы ничего не протекло я жду когда подсохнет и потом размываю но здесь видимо я не знаю когда растирала сухую пастель видимо сюда попала и вот эта часть не размылась но в принципе это поправимо то что я могу сейчас при желании добавить еще темного цвета и растянуть его то есть все будет нормально может быть я так и сделаю чуть позже вот и блестки я добавила потому что еще и я в том в предыдущем влоге показывала что у меня там заканчивались блестки я разрезала упаковку там немножко еще оставалось ну и вот хотя бы доиспользую потому что блестки были классные на фон я добавила немножко сухой пастели мунга вот я думаю добавить еще немножко голубого или нет скорее всего нет наоборот наверное нужно еще зелененького сюда но час тут подсохнет и я смогу тогда доделать так что тут у меня дальше дальше раскраска цветочные часы здесь я раскрашивала цикорий но с фоном тоже все просто сухая пастель два оттенка ну а цикорий я уже раскрашивала на камеру в общем все простенько с обратной стороны все нормально ничего не протекло следующее это раскраска лето ну и здесь иллюстрация которую я больше всего боялась но в итоге я ее раскрасила с огромным удовольствием мне понравилось как получилось понравился процесс здесь не только добрые иллюстрации шикарная прорисовка такой контур довольно необычный и мне очень понравилось здесь раскрашивать поэтому вот но это тоже акварель и вот сухая пастель это вроде бы тоже мунга но я прям самую самую малость нанесла ее хотя она пигментирована с обратной стороны все в порядке так что вот так следующее это бабочки здесь я пыталась раскрасить также но мне тут сложно понять какой цвет вернее как сейчас я уже догадываюсь какой этот цвет на общем как-то на тот момент мне захотелось взять зеленый зеленый и черный не знаю на камеру немножко переходы такие грубоватые а без камеры они плавные такие как в общем то нужно я здесь наносила акварель в два слоя то есть сначала один дала высохнуть потом еще раз то есть вот зеленый черный все это размыло поплавней и ждала когда высохнет потом еще точно также один слой но так как вот например я бы карандашами раскрашивала вот ну здесь голубой и фиолетовый такой эффект получился здесь мне еще понравилось как затекла черная краска вообще получилось нормально ну это же на фоне сухая пастель хотя наверное может быть здесь вообще не нужно было делать фонд ну по крайней мере или может его сделать было до конца не знаю может я сейчас все и переделаю но если я что-то переделаю то в итогах месяца вы увидите так с обратной стороны тоже все хорошо ну и с еще одна раскраска калинка до маленько вот эта иллюстрация получилась в общем то везде почти на всех иллюстрациях я там черный карандаш немножко где-то добавляла здесь не исключение еще тут немножко белые ручки и сухая пастель вот здесь фон мне вполне нравится устраивает ну вот как то так птичка на камеру почему-то выглядит довольно таки бледно хотя я ее раскрасила побледнее чем здесь но тем не менее она вполне себе яркая но я постаралась использовать такие более менее похожие цвета с обратной стороны все как бы нормально как то так я очень рада что нашла время на такое видео с огромным удовольствием здесь раскрашивала и может быть завтра послезавтра будет вторая часть и в ней я задействую еще четыре раскраски ну а это видео я буду завершать если оно вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео благодарю вас за просмотр желаю вам здоровья хорошего настроения вдохновения уютных раскрашивательных вечеров до скорой встречи пока пока